Before we take another break, I want to finish this parable. I believe this parable goes to the deep issues for some of us of our heart. It's especially meaningful to me because I'm a... I'm oriented towards productivity. And this parable says that the kingdom of God is not all about productivity. Because the first group of men worked for 12 hours. And the last group only worked for one hour. And Jesus was happy with both of us. Иисус был доволен как первыми, так и последними. И это не имеет никакого отношения к продуктивности. Но это имеет отношение к послушанию. Еще раз повторю. Суть в непродуктивности, суть в послушании. Первая группа хотела работать, и они послушались, когда им сказали идти работать. И поймите значение этого для нашей жизни. Многие христиане страдают от осуждения. Они чувствуют такое осуждение в своей христианской жизни. Может быть из-за того, что их родители их не одобряли. Или же другие. Поэтому они всегда что-то делают для того, чтобы получить одобрение кого-то. И возможно это глубоко сидит в вашем сердце. Что вы должны делать что-то ради одобрения вашей матери или отца. Но вы не работаете, чтобы получить одобрение Бога. Суть царства в том, чтобы слушаться Ему. Я хотела бы задать вопрос. Есть ли что-то, что вы можете сделать, чтобы Бог полюбил вас больше? Заставит ли Бога что-то еще с вашей стороны любить вас больше? Если вы родители, кто из вас родители, у кого есть дети? Поднимите руки. У семи из вас есть дети. У кого из вас двое детей больше? У меня четыре ребенка и пять внуков. И я люблю их всех. Бог любит вас, потому что вы ребенок. Вы его дочь, его сын. Вы не можете ничего сделать, чтобы заставить его любить вас больше. Все же многие христиане живут осуждая себя, пытаясь делать все возможное, работать и удовлетворить Бога. Конечно, Бог хочет, чтобы мы делали добрые дела. Конечно, Бог хочет, чтобы мы делали добрые дела. Ничего мы не можем сделать, чтобы он больше нас стал любить. Когда я учился в библейском колледже, как МДЖБИ, когда я учился в библейском колледже, как МДЖБИ, то у меня было одно основное откровение, которое изменило мою жизнь. Я многое изучил, многому научился. Мы изучали книгу Бытия, Ветхий Завет, Заветы, Евангелие, веру. Мы разобрали 50 различных предметов, как и Вы. Но одно основное откровение изменило мою жизнь. Это оправдание. Знаете, что такое оправдание? Да или нет? Нет? Какие-то не знают, что такое оправдание? Только минутку. Откройте римлянам. Римлянам 3, 23 и 24 стихи. Мы все должны знать этот предмет. И некоторых Он может освободить. Он может освободить для того, чтобы любить Бога, и служить Ему в чистоте сердца. Все согрешили и отпали от славы Божьей. Получая оправдание даром по благодати Его. Искупление во Христе Иисусе. Мы были оправданы без какой-либо цены с нашей стороны. Оправданы значит, что мы стали праведными. И мы в правильных отношениях с Богом. Не из-за того, что мы делаем. Но благодаря крови Иисуса Христа. Ничего я не могу сделать Что бы заставило Бога любить больше меня. Я не могу построить Тебе дорогу на небеса. Я принят в Его семью Его благодатью. Я его сын Я его сын Я его дочь Даром его благодатью Я не могу это заработать В мире нужно все зарабатывать В царстве не так Спасение это бесплатный дар И Иисусу это стоило всего Но для вас и меня это бесплатный дар И в библейском колледже я научился Что я правен перед Богом 24 часа в сутки Я праведен 24 часа в сутки Это не означает что я не согрешаю Но оправдание означает что кровью Христа я стал праведным И эта притча также указывает что мы не можем заработать оплату от Бога Некоторые приходят в самом конце Некоторые работали многие годы Все же в конце дня Мы все получаем по благодати Бога По Его великодушию небеса Его милость Его благодать Его благосклонность Незаслуженно Нам нужно изменить наш образ мышления смирского на образ мышления царства Это не означает что мы ленивы Это указывает на то что мы должны работать Но мы не работаем чтобы получить Его благосклонность Потому что мы были оправданы Оправдание это юридический термин Когда судья стучит молотком И говорит невиновен Ты невиновен Ты стал праведным Христом И для меня это изменило мою жизнь Потому что когда всякий раз я не делал столько много работы для Бога Сколько я думал мне следовало делать То я начинал чувствовать осуждение У меня не было радости Но все же Иисус был наполнен радостью И вы можете отличить христиан которые ходят с осуждением Потому что они не видны радости в их жизни На их плечах груз И Иисус говорит что Иго мое легко, бремя мое легко И Господь бы хотел снять с нас это тяжелое бремя Работы для Него И мотивация к работе это любовь а не обязанность Это царство Это не мир И я просто знаю Я хотел бы знать всех вас Я хотел бы знать ваше прошлое Потому что я верю что Дух Святой хотел бы коснуться к некоторым из вас И забрать бремя продуктивности Наш небесный отец не похож на наших земных родителей Он любит вас потому что вы это вы Вам не надо в шесть утра подниматься и работать до шести вечера Чтобы его удовлетворить Он любит вас Вы можете так работать Встать в шесть утра и целый день работать Но не для того чтобы заработать его благосклонность Кто-то из вас когда-то был в этом ряду и никто не хотел вас выбирать И вы все еще несете это с собой И Господь говорит вам сегодня Я тебя избрал Не из-за того что у тебя таланты Не из-за того что ты самый лучший в футболе Не из-за того что ты самый лучший евангелист Самый святой, самый праведный Он просто любит тебя Также там сказано Что есть великие мужи и женщины Божьи Которые привели миллионы к Господу Которых церкви насчитывают десять, двадцать, тридцать тысяч Я не знаю Единственного которого я знаю в Украине Это пастор Сундей У него огромная церковь Он делал многое для Бога У него много талантов и даров Возможно больше даров и талантов чем у вас и у меня Я был до конференции в Лондоне и он там тоже был Но что имеет значение в его отношениях с Богом Слушался ли он Бога? Если он слушался Бога, вот что считается Зачтено Вы можете быть домохозяйкой И Господь может вас попросить только евангелизировать ваших детей и ваших соседей Как Господь будет смотреть на вас в сравнении с пастором Сундеем? У тебя нет много даров, много талантов И ты находишься на бирже труда и ищешь работу в пять часов вечера Хозяин выбрал пастора Сундея и так что тот работал целый день Но вы и я находимся там в пять часов вечера И что он говорит вам делать? Прийти в МЖБИ Поехать в Израиль Евангелизировать детей своих Быть учителем воскресной школы в церкви Все равно Слушайся Его Все дело не в продуктивности, а в послушании Возможно, вы чувствуете осуждение, что ты недостаточно хорош Что у тебя нет достаточно талантов Недостаточно даров Все равно Все, что делаете, слушаться слов Отца И наш часовой заработок может быть большим То, что удовлетворяет Бога, это послушание И используйте то, что Он дает вам Не позволяйте дьяволу говорить вам, что ты недостаточно хорош И возможно, вы можете быть этим, который пришел в пять часов Слабый, бедный Больной Ваша рука разбита Очень много вы не сможете сделать в винограднике Но когда хозяин придет в пять и скажет, иди поработай немного И я заплачу в конце И он платит им одинаково Я не думаю, что это социализм Это не коммунизм Это просто послушание Не сравнивай Освободись от осуждения Ты праведен перед Богом 24 часа в сутки Пусть радость Господа течет в твоей жизни Так как его бремя легкое Он что-то даст тебе сделать И просто делай это в силе Духа Святого Просто будь самим собой Аминь? Аллилуйя Аллилуйя Аминь? Вог trading Катур